— То, что говоришь, что сегодня сошлось ряд событий, которые долго-долго готовились, и работа с администрацией, где мы готовим соглашение, и работа по протоколу, и появление инвесторов, которые уже начали серьезно смотреть на проект, это тоже как результат работы. — Ну, здесь я сразу сказал, это коммерческая тайна, о ней буду говорить только, когда будет результат, и ни слова больше, то есть это уже, ребята, конкретный бизнес, потому что есть вещи, которые мы декларируем и показываем, а есть вещи, которые все-таки уже делаются в бизнес-компании. — Антон Дуарович? — Ну, вы сказали о том, что мы прошли эксперимент. — Да, 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 я зачитал и показал, так сказать, я просто, чтобы вы прокомментировали, чтобы насколько это важное событие, что это действительно признание именно экспертным сообществом технологий, которые мы с вами делаем и которые продвигаем. — Неважное и сложное это было решение, потому что, ну, сколько, на больше десяти лет Министерство транспорта не принимало нас и эту технологию, причем, как бы, отрицало, причем очень жесткой формы. — Как понимать, как бы, отрицало предложение прогрессивных кругов России в конце 19 века построить Трансибирскую магистраль. В то время, когда в США с 1880-й год по 1890-й год построили 117 тысяч километров здесь дорог. Министерство транспорта в 1880-й год запомняло предложение, в том числе и царя, да, с мотивацией, что нужно развивать божевую транспорт в европейской части страны в конце 19 века. — И экспертный совет, который создан при Министерстве транспорта по инновациям, он в основном сформирован из сотрудников, работников МИИТа. — Это институт железнодорожного транспорта, ну, в прошлом, это, наверное, основной ВУЗ Министерства, да, в области железнодорожного транспорта. И у меня были опасения, что с этим не воспримут эту инновацию, технологию, потому что они все время давали очень жесткое, отрицательное заключение. — Еще даже было такое, ну, там, я не буду историю рассказывать, но там даже были такие, как бы, мини-эспектры, что струнная дорога — это американская горка и лежать в полице. — Да, 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 да. — А в юнибусе пассажиры будут летать по воздуху и стукаться головой к потолу. Это было вот такое испытное заключение, и, ну, когда было испытное заседание, и у нас есть поддержка сейчас Министерства транспорта на уровне руководства, и, Сергей Анатольевичу вам рассказывали, да, поддержка Цеденова, это, ну, очень прогрессивный заместитель министра. Я люблю называть фамилию, но у меня сейчас сидит очень крупный потенциальный инвестор, вот в другом просто кабинете, он, оказывается, знает Цеденова. И это звался о нем, как говорили, наверное, самый умный кеминистерства транспорта. — Ну, с учетом того, что он был у вас в регламе, 7 лет назад, да. — Да, да, там эта поддержка, и поэтому все эксперты, как ни странно было для меня, поддержали, сказали нормальные слова, да, в поддержку, задавали, ну, адекватные вопросы, внятные, так, получили внятные ответы, и мы подготовили альбом, мы скоро разместим его в интернете, где как раз по каждому себе пьянули, что до этого у нас такого органа не было, когда вот сравнение, допустим, железнодорожных колеса и наших колеса, когда сравнение барочного моста и неразрезного моста. Но, представляете, вот, в руках, ну, какая разница там, ну, разрезная, неразрезная, да, конструкция. Мы, если мы не разрезну конструкцию, дадим одну одинаковую нагрузку, то мозг будет жестче и равнее 5 раз неразрезной. Представляете, 5 раз, так? А опора, которая закрыта верхом за путевую структуру, у нас же конструкция неразрезная, опору, да, и взять консольную опору обычного моста, она консольная, стоит вот в земле и консоль, да, вверх, то наша опора преснеет 8 раз при тех же, ну, габаритах, 8 раз, да? Потом сравнение, допустим, с поездом на магнитной подушке. Мне тоже и там задавали вопрос, а почему у вас не магнитная подушка? Вы знаете ее характеристики. Доверяя тому, что я отказался от магнитной подушки, я взялся на колесо, то мы улучшили оригинальную, когда же не берем магнитную подушку, да? Значит, скоростной юнибус, мощность двигателя станет на 600 км меньше, необходимо. То есть, если была магнитная подушка и такие же габариты, такая вместимость, то мощность привода была на 600 км больше. Если этот юнибус будет работать 20 часов в сутки, не все, да? То за 25 лет, 25 лет, это 600 км подвижного состава, он сэкономит 22 тысячи тонн топлива, ну, энергии топливного эквивалента. Цену, ну, не менее 20 миллионов долларов. Один и минус. Всего 22 тысячи тонн топлива, это 10 железнодорожных составов топлива. Где там по 44 честерны, 50 тонн. Что еще такое? А теперь мы жарим на миллионы. А представьте, всего лишь миллион юнибусов. Сегодня у нас на планете где-то порядка миллиарда автомобилей. Миллион это ни о чем, да? Это немного, да? Так вот миллион юнибусов за срок службы сэкономит, только благодаря тому, что я отказался от багитой подушки. 22 миллиарда тонн топлива стоимостью 20 триллионов долларов. Это тоже вот в альбоме минус, вот это как бы сравнение, да? Ну, там другие были сравнения. И когда смотришь, это альбом, и там тоже, вот мы экспертом всем дали, перед заседанием, по альбому, просто листаешь, и, ну, понятно, что да, это лучше, чем то, что есть, и это очевидно, когда оно грамотно изложено. Поэтому, да, это знаковое для нас событие, что наконец-то мы в лице Министерства транспорта увидели сторонников. Ну, и вот нас тоже сейчас. Антон Иванович, я еще вопрос поднял по 30 апреля, о том, что 30 апреля будет большое такое событие, ну, мы так назвали это как бы как фестиваль, как встреча сторонников, и для того, чтобы сделать, с одной стороны, это и посадка сада, то есть как бы из нашего эко-парка, и в то же время пригласить туда крупных инвесторов, которые уже инвестировали и готовы инвестировать, наших партнеров с регионов, то есть вот с тем, с кем мы сейчас подготовили соглашение, чтобы они прислали, вот я договорился, что с Петербурга приедет делегация, с Косноярска, с Самары, с Казани, то есть те, которые готовы рассматривать для того, чтобы уже применять технологию Skyway на своей территории. Да, ну, есть такая особенность, вообще-то это вы проводите, не имею. Проводите тех, кто инвестирует. Ну, я дистанцируюсь от инвестирования, потому что, ну, будут проблемы. Конечно, конечно. Мы разрабатываем, мы проектируем, мы строим, я инженер. Я инженер поступил, да. А вы там деньги собираете. Поэтому, да, это будет тоже знаковое событие, так, и потому что надо благоустраивать эко-технопарк, в том числе, садить сады, дальше продолжать, да. Деревы там у нас, будет посажено в численность около 10 тысяч деревьев, 60 паров. Так, это надо работу делать, потому что мы показываем не только железо, не только бетон, не только какие-то струны, да, непонятные многие. Мы еще покажем, как природа изменится, там, где пройдут струнные дороги, скорее. Сейчас, где у нас сейчас эко-технопарк, там был танкогром, там танки ездили. Так, все было переливо, какие-то там снаряды взрывались, там рвы какие-то, да, какие-то непонятные деревья, пусты росли и так далее. Мы это облагородили, и там даже проповедовательство, писатель Распакума получил выговор, говорит, а что у вас такая была плохая земля, и она такая стала красивая и кожная, а почему колхозы такого нет? Там же даже такие, а почему колхоз так не относится к земле, как вот какие-то инженеры, да, которые строят вот дорогу, даже вот такую уже, так сказать, уже с нас берут пример. То есть у нас же будут там и экогенные технологии, мы покажем, как на земле, которая достаточно бедная, как бы неухоженная, можно урожай большие собирать и здоровое робото-питание выращивать с помощью гонуса, а не с помощью химиката, не с помощью геномодификации. Сейчас питание настолько бедное, то, что мы едим, это фактически пластмасса. Дело в том, что растения выносят из почвы порядка 50 химических элементов, таблицами дерева, ну, в виде сложных соединений, которые способствуют организм для строительства организма. Если не будет, допустим, Вселенная в почве, то у нас не будет иммунной системы, она построена в Селене, не с летним, потому что мы тоже видим в игре Вселенную. И йод нужен, и фтор нужен, и неги, и железо, да? Ну, 50, где-то, химических элементов. И агрохимия вот за 100 лет убила почву, потому что растения выносят вот эти все химические элементы, да, с именем. А туда болят что? Азот, фосфор, камень. Микроэлемент из состава почв за 100 лет ухудшен 100 раз. 100 раз. Мы хотим сделать нормальную почву. И с нормальных, как бы, сырья, биосырья, это тоже, в первую очередь, там, вот, вот, кустарники, там, лес, да, вот, то, что, в принципе, сейчас идет в отходы, сжигается, да, вот с этого материала, здесь вынос, причем, мы можем почву делать где 100% выноса при необходимости. Вообще-то, белорусская почва очень бедная, там, 2-2,5% всего выноса. А в Черноземье, где-то, процентов 8 будет. Если надо, можем, 15-20% будет. Причем, это в Польше будет правильно. И то, что вылезло, это будет хорошая, как на еду. И мы это хотим показать, и сады, там, у нас и грядки будут, и в том числе, они будут и на крышах наших зданий, сооружений, инфраструктуры, станции, узаны. ЦХА, там тоже будет. Это зеленение крыш, тем более, что мы сейчас, сейчас получили грант, уже пошли по финансированию, пошли в первый день. На зеленение крыш, это грант организации «Белых Марс». Уже даже это заметила администрация президента Республики Белоруссия, они уже тогда были звонки оттуда, интересовались, как там у нас озеленение. Потому что это серьезная проблема, потому что посмотрите, вот на крыши зданий, на городские, какие они, а там могли бы и сады расти, цветы. И сосудки бы не падали, не убивали людей. Потому что крыша должна быть плоская, и там должна быть путь. и снег бы не надо было забрасывать с крыши. То, что снег, пусть бы слой снега лежал, это тебе бы заряд. А когда весной растает, он увлажнет почву, и надо ее поливать. Надо забрасывать ее. На голову. Сколько тоже людей гигнетизация, что зимой, с крыши снега. Поэтому, здесь у нас все, приезжайте. Помогите нам, но это только инвесторам. Да, это только для инвесторов, и только для тех, кто инвестирует, и тех, кто активно поддерживает программу. То есть, это уже однозначно будет встреча для единомышленников, для тех, кто активно в этой программе. Ну что, Антон Георгиевич, Вам большое спасибо. Я думаю, что сегодня... Всем низкий поклон, кто участвует в программе, кто нам помогает, поддерживает. Мы работаем только благодаря Вам. Спасибо большое. Все, Антон Георгиевич, благодарим Вас за...